Привет, уважаемые друзья! Это канал Slovat United, и мы сегодня с Лёхой сыграем легендарный матч Chelsea Arsenal. Мы сыграем его не в PES, а в FIFA, потому что подписчики говорят, что вот вы играете в PES, его всё время обсирает. Давайте играть в свою любимую FIFA, аркадную, заскриптованную. Ну и мы не просто так вот будем играть бездумно, мы ещё всё продумали, по крайней мере я, потому что я получил личное поручение от Романа Абрамовича, потому что, ну, говорят в России... Выкинуть серебряную медаль. Нет, нет, в России говорят расизм, и поэтому мы должны это опровергнуть, и Chelsea должен выпустить, так как это команда российского владельца, должен выпустить больше негров на поле, чем белых, и поэтому у нас сегодня команда исключительно, ну, в основном из темнокожих футболистов, и я думаю, что даже вот можешь отдать мяч моему вратарю, прям пни, пни, давай. Да, я просто ударю по воротам, а там... Да ладно, я уж тут сам разберусь. Итак, в воротах у нас Blackman, чёрный человек, его так зовут, Blackman. Я думаю, что он не обидится, если его называть просто Black, сокращённо. Я думаю, что так его и называют. Как его зовут, к сожалению, я не знаю, может быть, вы знаете, вы напишите мне в комментариях, потому что все знают такие футбола. Ну и Кехел, конечно же, гениально разыгрывает Иваныч. Простой русский электрик Иваныч был замечен ещё на Чукотке Романом Аркадьевичем, и он понял, что в этом человеке есть потенциал. После того, как он починил выключатель после пяти бутылок водки подряд, он понял, что такой игрок нужен в защите. Он действительно сейчас работает как своеобразный выключатель в Челси, потому что может абсолютно любого игрока выключить. Квадрата! УДАР! Ну что ж, ты будешь делать. Кстати, Чех здесь ещё составит Челси. Поэтому стоит какая-то оспина в воротах у Арсенала. Болезнь? Да, эту болезнь давно вылечили уже, но Арсен Венгер как приверженец старых порядков, он, наверное, ещё каждый игрок, который у него заболеет, какой-нибудь простудой, он его сразу сжигает, как будто он чумно. Ой-ой-ой, не то надо, а он не то сделал. О, Рамирес, Вильян, ну всё, я думаю, что это лоб. Нет. Но у тебя нет вороток Чеха, о чём ты говоришь? У меня в воротах опасная болезнь. Ну вот, она же опасная прежде всего для её носителей. Так, не знаю, нет, не он носитель, он распространитель, это то есть ещё хуже. А, то есть у тебя воротарь распространитель, а почему он распространяется? Ой-ой, я не знаю, почему он родился с такой болезнью. У тебя ещё есть Монреаль, представляешь, человек-город, причём не английский, а канадский. И причём не футбольный, а хоккейный. Что это человек, где-то кошельный, вот, что это за футболист вообще-то? Я не знаю, это вопрос Квенгера, он собирал всё это. Он собирал всю эту шушуру, а ты ей играешь, простите. Почему у тебя, ну, в какой момент был, а? Блэкман, друзья, не спит. Блэкман, я думаю, стоило баскетболом заняться, потому что он такой рослый, мощный. Но он решил, я, говорю, буду воротарём. Монреаль. Монреаль канадец, друзья, идёт в нападение. Героут. Очень известный футболист. Ну, как здорово сыграл Блэкман. Он знал, что. Просто в офсайт будет, да? Да, и поэтому решил, да ну тебя волкот. Я, говорит, не буду так делать. Ну, гениальный пас Оливье Жеру в офсайт. Гениальный. Ну, Жеру не распасовщик, что от него хочет народ. Да, ну, знаешь, это вообще очень удобное оправдание. Вообще, все игроки будут так, представляешь, отмазываться. Я, говорит, не точно пас, он сказал, ну, я же не распасовщик. Ну, в принципе, да, так оно и должно быть. Хазард. Вот Хазард очень хороший игрок, говорят. Мне, я не профессионал, не разбираюсь в футболе. Но он мне хороший. И смотри, какой опасный момент. Оспина там. Еще пусть поработает. Ой-ой-ой, это квадрата, друзья. Вот, вот был бы Чех, он бы это как орешки щелкнул. А этот больной, понимаешь? Ну, ты посмотри на это. Какой удар исполнил с подкруточкой. Это просто больной человек. Там еще смотри, что с защитником Арсенала случилось. Он, он подскользнулся. А, подожди, это Вертезакер или кто? Кто? Вертезакер я убрал, я не видел. Косил не значит. Либо Косиле, либо Габриэль. Кто-то их не. Ну, это просто, это просто шедевр, друзья. То, что вы сейчас видели. Это не откуда, просто гол и... И обрадовался Блэкмен, потому что это его рук дело. Блэкмен! Right here! Хуан Квадрата. 16 минута. 1-0. Жеру. Гениальный финтер. Ну, сделал финн Зидана, хотя он не Зидан. Как он, как он будет оправдываться? Теперь, эээ... Теперь можно ему говорить, а ты же Зидан. И он, он скажет, ну я же не распособщик. Ну ты же Зидан. Ну Зидан и распособщик разные. А Зидан что, по-твоему, плохой распособщик? Ой-ой-ой, какой момент. Все-таки черные ребята творят. Рэми прорывался. Вышел один на один. У тебя был Куртуа, ну что это? Это разве вратарь? Это не вратарь. Вратарь это Блэкмен. И... А вот Аспина тоже не вратарь. Чех вот тут еще не черный. Ах, Жеру. Скорость не хватает этому мужичку. Блэкмен! Я Блэкмен! Как говорит Бэтмен, говорит, я Бэтмен, а это... Я Блэкмен. Ну все. Лой к Рэми. Два раза не ошибется! Удар! Ошибся, но... Был близок взять в ворот. Что-то случился, наседает на Арсенал, и причем в Арсенал вообще ничего не получается. Ну, потому что нет вратаря высокого уровня. Вот то, о чем мы и говорим. Да то есть Санчес, который... Крихил просто идеален во дворе. И Иванович, еще ни одной бутылки водки нет, но он уже готов! Ну, куда ты там передаешь? Что творится? Что творится? Санчес. Ух, какой гений! Уходит от Ивановича! Но Иванович скорость потерял! Ииии! Блэкмен! Я Блэкмен! Это было очень опасно. На первый момент опасный ворот. Ты чувствуешь уровень вратаря? Ах, у меня, к сожалению, вырубилась скорость. Геймпад решил, что не стоит. Хватит побеждать. Да, что хватит побеждать. Давай-ка ты без скорости, говорит, побегай. Ну, а я че? Я человек простой, геймпад, говорит. Не бегай без скорости. Я и не бегаю. Кошмар. Он проходит сейчас передача. Сейчас Челси придется играть, как Барселония. То есть автобус уже не действует. Когда автобус не действует, Джозе расстраивается. Жиру. Человек... Ой-ой-ой, сломал ногу! Моему защитнику, который ее засунул туда, куда он не должен был ее засовывать. Ну, что ты будешь делать, Гавриэль? Батис тута? Батис дутый. Арсенал пасует. Это Азил! Ну, его не видно должно быть, таких матчей. Я бы даже сказал Азил. Ну, он был близок. Близок к чему? Забитого мяча, в общем. Ну, там Блэкман, наоборот. Ну, Блэкман. Блэкман сейчас показывает своему партнеру, молокососу Джону Терри. Стой там! Кто ты такой вообще по сравнению с Блэкманом? Сегодня правят черные баллы. Санчес? Правит баллом. Что делает этот скачев? Вот так вот он правит. Правит, да не туда. Квадрат испугался выброса мяча и решил поменяться. Нет, нет, это все тактика. Санчес? Ну, почему пас пошел в жиру, когда я давал на ход Санчес? Арсен Венгер увернулся от мяча. Очень элегантный. Ну, если честно, я не ищу Венгера, я ищу Лысого, дядечку ходящего. Ну, а что? Венгер не может побриться на лысо. Можно. Последний раз я увидел с лысами. Последний раз. А это уже, знаешь, он извлек какие-то уроки из победы и решил, а побрить какая на лысо? Да. Да, это толстый. Человек-город. Начал мудрять. Удар! Ну, это блайкб. Блайкб. Я блайкб. Как бы придержал ножкой эстетски просто эпизод. Так, у меня пенсионерский шаг. Что так? А, я сошел. Я не увидел этого момента. Я не его увидел. Я не увидел этого момента. Так, а, ну, ты сошел. Балерина, человек-балерина, носит кандибобер на голове и пасует на Монреале, человека-города, кто арсенал и команда, Челси может только позоветнуть, человек-квадрат есть, например, спартаковские вот эти квадраты отрабатывают только так, ну посмотри, что происходит, Реми остановились с нарушением правил, здесь Аспина, человек-оспа, человек-болезнь, человек-город, человек-балерина. Ну да, да, ну и толку-то, с мячом футболисты Челси. Гвардиола оргазмирует, ну, к сожалению, да. Какая Гвардиола? При чем здесь Гвардиола? Гвардиолус. Гвардиолус. Не совсем понимаю, при чем здесь Гвардиолус. Потому что Гвардиолус. Гвардини сейчас всплакнул. Квадрата. Человек-квадрат. Он прям... Ох, 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 ох. Вот этот Монреаль. Человек-город. И Человек-Иваныч. Ремси. Волкот. Ну куда? Да что ты, деятель? Ну куда ты, пасуешь? Без кого за такую? Вот, видишь, все, включился бубнов и плюс 10 в защите. Хороший пас. В защите Арсенала. Хороший пас. Хороший, гениальный просто. Рамирес! Черная братва! Дай пирожка. Ну все, это пиналь. Да что? Это пиналь. Что за чушь, просто? Это не чушь. Это еще и красная карточка хорошая. Хорошая. Какая б***ь что? Там я даже кнопку не нажимал просто. Просто он сам подошел и тот упал. Вот Ремси, представляешь, так же подошел к судье и говорит, я даже кнопку не нажимал. Арабирес дырячий, короче. Кто будет бить? Наверное, это Назар. Вот он. Вот он. Убийца Болбоя. Страшный человек. Влево? Вправо. Эдре! Азар! Вот так. Подойди Каспини. Не бойся заразиться. Просто удар от Бога. Ну, я понимаю, почему мы не проверим. У Азарова 13 номер. Он не везучий. Болезнь под 13 номером. Ты бы лучше щен снова выпустил. Ну, блин. Я верил во Азарова. Я думаю, дать ему шанс. Ей. Азарова. Азарова. Ну, по-русски, если говорить. То она. Касон-Ла. Тоже она. Белерина. Женщина. Тоже балерина. У тебя команда женщин. Понимаешь? Касин-Ни. Это вообще непонятно, что такое. Вот у меня. Может быть женским именем, на самом деле. Вот у меня, понимаешь? Вильян. Понимаешь? Кэхил. Настоящие мужские имена. Квадрадо. Оно тоже. Человек-квадрат. Но ему можно. Он гол забил. Что? Что? Жеру, лови, Блэкман! Что там было? Что это было? Блэкман все-таки пропустил. Прям как настоящая Мондонда. Что за чушь? Ну, Жеру, понимаешь, он же не распасовщик. Он, может, все этим оправдывается. Ну, я же не распасовщик. Ну, что, ребят? Что вы от меня хотите? Монреаль. Санчес. Я думаю, что для большинства Санчес это не Алексис, а мотоцикл из ГТА. Ну, что за борьба такая? Между прочим, когда я еще учился в школе и была ГТА Вайсити, Санчес считался таким крутым моском, все там прям с ума сколько-то вот, а я на Санчесе снижу. РЫМИ! Асайд! Что за РЫМИ! Это РЫМИ! РЫМИ! Главный герой Рататуя. Ну, что ты мимо пробегаешь, Рамирос? Нет, Рамирос мимо не проходит. Что-то надо менять в игре Арсенала. Я думаю, что надо менять в игре Арсенала и все. Какая игра корпуса? Это пенальти. Ну, что за че? Это пенальти. Это надо ставить пенальти просто натурально и выгонять человека с поля, который это допустил. Так. Умечай до Назар. Один штат. Подожди. Не Азарт. Что? Азарт. Так. А нет, не Азарт. Еще в общем. Обмануть решил. А я не понял, почему так получилось? Ну, потому что у тебя кнопка заедает, и он, видимо, она жалуется сама по себе. Ну, и, соответственно, включился второй игрок к штрафному добавился. Здорово. Вот что творит заедающий кнопок. Ай-яй-яй-яй-яй. Это Рэмси. Ой-ёй-ёй. Это Шанс. Это кто? Санчес? Санчес. Олег. Конечно. Кто же еще в арсенале может забивать, кроме Санчеса? Асил прекрасно справляется с ролью чиселки для Бутс, потому что... Как раз то, что и делал, должен делать Турек. Ну да, я думаю, что он мог и на этом еще деньги заработать. К сожалению, Блэкман не спас. Ну там из-под защитника был удар. Да, Блэкман не увидел. Причем не просто из-под защитника, из-под белого защитника. Солнце ослепило, и цвет кожи не дал ему увидеть мяч. Увидеть. Светящие ворота. Да, да. Ну ничего, есть еще шансы у Челси. Я сделаю замену, пожалуй. А я не буду. А я, пожалуй, сделаю замену. Пока еще не хват... Нет, нет того момента, не настало что-то. Я чувствую, что надо, надо. Ой-ой-ой. Дэнни Уэлбек, ты умудрился выпустить вместо ЖРУ кого-то еще более деревянный. Ну, он черный. Он найдет общий язык с Блэкмана. Да, но я думаю, что он знает слабые места Блэкмана. Да, увидишь, что у тебя включает автоматически второй игрок, потому что кнопка заедает. ЛТ. Подожди. ЛТ, видимо, заедает, да? Так, очень интересно. РБ. Консилиум соберем. И, пожалуй, что пробьем. Ой-ой-ой. Хороший. Хороший удар. Хороший. Плотненький. У нас спину еле вытащил. Еле выдрочил. Ну да. Если бы это был Льюрис, то я думаю, что пришлось бы не сладко, потому что Льюрис, там слабые ударчики или выдрочили. Ну куда? Ну куда это? Ну куда это? Что это арсеналы делают? К сожалению, черные парни подсели немножко. Вот Вэлэк. Стартанул, конечно, там. Да. Не очень стартанул. Блэкмен! Хороший. Азарт. Ну, оттолкнулись с нарушением правил. Ну что? Нет, какое с нарушением правил? Ну кто-нибудь открывает и считает. А что им все? Ну, ой-ой-ой, что это за удар? Мне кажется, что Роу был бы лучше. Да, я тоже так сейчас подумал. К тому же Блэкмену таким ударом не забить. Потому что он Блэкмен. Ай-яй-яй-яй. Никого тут нет. Как это никого? Это Назар, пожалуйста. Собственная персона. Еще и нарушение правил сейчас было. Это все. Ну это красное. Нет. Ну какая? Что происходит? Почему квадрата вечно такой опасный? Ну потому что человек-квадрат. Значит, по-бесковским квадратом он играет. Что? Я ничего не нажимал. Эй-эй. Физическая схватка? Что? Тут есть кнопка физической схватки. Да, она давно существует. Я не знаю, что она делает. Я тоже не знаю. У меня схватки не произошло. Из-за тупника вот этого у меня с кеймпадом я не могу. Ах, там, к сожалению, никого нет. Из моих парамеров, борись, борись. Физическая схватка. Я зашиваю на этот кнопку. Куда? Кому этот пас? Ну что за чужие? Пас в физическую схватку. Вот так. Волкот. Что-то Волкот не включается в игру Арсенала совершенно. И вот Джон, Оби и Микел, кого не было видно в этом матче. Ну и в принципе было даже хорошо, когда его не было видно. А тут, понимаешь, засветился и тут же обосрался. Квадрата! Человек-квадрат! Прессинг! Хорош! Хорош! Квадрата продавил! Удар! Удар еще! Что ты... Что-то, что было? Пенальти? Подожди, я не понял. Это пенальти! Это пенальти? Аааа! Это пенальти! Зелись! Класс! Нет, там момент такой был, там он мог еще добивать. Что-то из момента, откуда они берут эти пенальти? Они просто штабры... Нет, судья абсолютно грамотно работает. И просто гений настоящий. Эээ, это Аспина! Как? Он мог залететь! Это что-то с тем-то было. Блин, где повтор? Почему вас не показали? Я так не понял, кстати, штанга или спина был. Физическая схватка! Физическая схватка! Удар! Вот что такое физическая схватка? Я так и не понял, что такое... А это на самом деле позволяет игроку, ты же управляешь не подающим, а принимающим. И вот он борется. Блэк Мэн! Я Блэк Мэн! Неплохо сыграл. Это черный Нойер. Черный Нойер, черный Нойер. Там что-то в центре поля случилось. Убили игрока Арсенала. Он просто не встает! Кто-нибудь-то откроетесь, что ли? Выбей вау! У тебя игрок умирает. У нас нет времени на всякие штучки, дрючки, аутски. А, то есть ты не за фейерплей? А ты почему здесь фейерплей? Ты мой же игрок умирает. Ну да, ты должен помочь своему. Блэк Мэн! Парни, злой, забил гол с собой. Там просто гол с собой добыл. Ой-ой-ой. Что-то твой игрок там умирает просто. Это по-моему, Эзил! Что это? Это, друзья, называется автобус. Мауриня. Как не стыдно. С арсеналом, да жалким, играть в автобус. КВАДРАДО! Да и вообще какой-то бонстр. Так, мне он заменал. У меня там мертвый человек. Так, хорошо. Я отвечу тебе той заменой. А кто у меня умирает, я так и не понял. Сейчас, сейчас выйдет человек... Так будет, ладно. Просто, просто феноменальнейший. Просто, ты сейчас сам увидишь, кто выйдет. Это, я выпускаю... Ой, случайно. Рэмси получил травму, он умирает. Блин, а я Азилу замен... Ну, а, нет, я Рэмси тоже заменил. Ладно. Азилу тоже можно заменить, потому что его все равно в этом матче не существует. Да, но я заменяю его на выдающуюся легендарную личность. А, на Андрея Сергеевича. Да, его тут нет, куда он поднялся. А вот это не оправдание, между прочим. Это было... Что-то у Арсенала все плохо. Ну, ничего, ничего. Сейчас будет еще хуже после замены, которую проведет Челс. Сейчас выйдет человек просто, который... Косорло же. Косорло. Ну, Блэкман. Так он такой живой, блядь. Ну, какие у него руки. Ты обратил внимание, да? Прямо как Кудирка Новицкий из NBA 2K. Вернее... Блэкман. Ди, ну как? Ты почему здесь Блэкман? Блэкман не затащил. Блэкман контролировал ситуацию. Обрати внимание, руки Блэкмана. Вот они были там. Все уже там. Там он контролировал. Азилу, смотри, как обрадовался. Я не заменил, ура! И вот смотри, кто выходит! Я выпускаю Бога на поле! Я не вижу свои замены. Очень-очень жаль. Потому что я выпускаю Бога. Я выпустил твоих боков. Вот смотри. Бога. Бога. Что это за хрень? Хрень? Вот он. Джереми Бога! Бога! Просто не остановить Бога! Бога идет! Смотри, Бога... Вообще-то был фол. Вообще-то это был фол с твоей стороны. Рука Бога! Зачем нужен Марадона, если есть Бога? Ой-ой-ой-ой-ой! Волкон! Человек-Волк! Кехил, красавчик! И Азар побежал! Но это все! Это опасность сотого уровня! О, ой-ой-ой! Что происходит? Челси! 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 Бойзенблю! Посмотри, что говорит Рэми! Он сейчас уйдет! Нет! Хорошо! Квадрада! Перехвадо! Посадо! Что? Аспина! Лови! Парализовал, по-моему, уже Атоспы! Правую ногу Аспины! Такими темпами станет героем мемов и комиксов и выяснит даже самого Игоря! Ну, не надо так делать! Давай, Волкан! Ну, это, друзья, Блэкман! Ну, как так? Ну, что за чушь? Один Блэкман не забил другому Блэкману. Ну, только один Трублэкман, а второй так. Притворяется. Удар! Блэкман! Ой, ой, ой! Вот это... Кто виноват? Санчес, кстати, думают. Я говорю, что здесь никто может забирать. Да нет, здесь не Санчес, а есть автогол был. И он нашелся новую чистящую обувь. Между прочим, англичанина. Как не стыдно, да? Нет, ну, гол защита на Санчеса. А кто это? Кто это? Чья кривая нога? Нет, по-моему. Гол защитан на Санчеса, поэтому это Трублэкман. Ну, хорошо. Пусть будет так. У нас есть чем ответить. Да. Бога. Нет, ну это неинтересно, когда Бога проходит всю футбольную площадку. Ну ладно, так уж и будет. Бога решил, что это будет слишком большой чеш. Надо быть футбольным Богом, а не ходящим по траве. А, то есть летать нужно. Хе-хе, нет, забивать надо. Ну ничего, Бога умеет все. Ой, ну не-е-е. Хороший пас. ЛОИК! Ну что ж ты будешь делать? На этот раз Аспина справился. А что? Я думал, угловой. Нет, Аспина никогда бы с таким ударом в жизни не справился. Просто Лоик не попал. Видимо, Оспой своей дыхнул на него. И парализовал нашу... Челси... Челси... Челсиского нападающего. Ну, извините, играть против Бога может не каждый. Санчес! Блэкмен! На хитрик шел. Да, Блэкмен на сухарь. Ну что это? Блэкмен! Хорош! Хорош, Блэкмен. Зря я его упустил у ЛБК. Я думаю, все-таки жиру был бы идеальным вариантом для этого матча. Но... Жиру не хватает. Не угадал заметно, как говорится. Не угадал. Рэми! Ну да, Диего Кост хоть и старый, но... Более такой опытный, матерый волк впереди. Так, ну что? Кому, кому, кому давать? Кому давать? Только одному. Но не туда. Хотя нормально. Челси сохраняет контроль. Ну куда ж ты? Куда ж ты даешь? Ну... Просто какой-то кошмар. Блэк, ну что с тобой? Человек забыл вообще, как играть в пол. Иииииии! Ай-яй-яй. Повезло. Рыжий зафиксировал офсайт. Рэми три офсайта. Вот говорит о том, насколько активен тот или иной игрок. Просто еще один офсайт... А он, наоборот, ленив. Он даже выйти зафсайта не может. Нет, он как раз на острие находится. Просто волк, например, ленится открываться. Поэтому так происходит. Вообще, скоро получит достижение клуба имени Сычева. Не каждому футболисту вообще в жизни дано туда попасть. И что такое? Аспина просто тащун сегодня. Дабриэль. Белерин. Человек-балерина. Иииии! Ну почему не попадает Альда Назар? И там все. Рыжий продолжает свою работу. Гениально, грамотно. Что случилось? Более того... Что было? Да, там была в сайт. Физическая схватка. Все. Начинаем физическую схватку. Ну, это не совсем та физическая схватка, на которую я рассчитывал. Давай, Волкан. Да блин. Ну что за... Что опять так? А вот все потому, что ленивые у тебя игроки. А, это твоя что? Что? Я не увидел, конечно, но это смешно. Ну сейчас Косорло может положить. Хотя нет. Никогда жизни не положит Блэкман! Осторожно! Осторожно, Блэкман. Затарился. Это все-таки человек такой... Я жальстик затрещал. Я человек простой, вижу штангу, ударяюсь. Я Блэкман простой. Вижу сетку, кладу мяч. Так, ну что, осталось 3 минут всего до конца. Эден Азар! Нет. Бельгийская вафля не справилась. Ну, сейчас Азара сегодня не видно, не слышно. Валкана зато вот, что-то тоже не видно, не слышно. А у меня опять слова в СССР. Я не могу пасмагодать. Нет, могу, могу, пасмагодать. Все, все порядок. Просто в падении пасмагодга идет. Ну, ключи из ускорения, пожалуйста. А, но тебе не нужно сегодня. Глазики. Думаю, что поможет понадобиться. Эден Азар. Ну, Эден Азар закрутился что-то очень. Да, ну, без ускорения не может этот игрок. Ну, что, последняя атака Арсенала? Ну, пожалуйста, включись ускорение! Блин! Уэлбек отродительный игрок просто. Слов нет. Ну, ты понимаешь, почему его Фергюсон выпнул из Манчестера. Хотя бы не Фергюсон. Не важно. Фергюсон? Фергюсон в него верил. Он говорил, Дайни Уэлбек, будущий английский. Ну, если у английского футбола. Ну, если у английского футбола, такое будущее! Как же! Не попал! Ну, простили, простили. Оффсайт вообще был. Да ничего страшного. Клуб Сычева. Поздравляем, Рэми. Четвертый офсайт. Еще один, где откроется ачивка. Да. Превзошедший легенд. Он называется. Я, к сожалению, не могу бегать. Я могу только пасы давать. Что-то матч никак не закончится. А потому что... Что? Что? Это Клуб! Это Клуб Сычева! Гений! Лой Крыми, друзья. Посмотрите на это лицо. Просто нам показывают повтор не просто так. Потому что это не просто офсайт был, друзья. Это превзошел мастера. Человек. Хотя уже слово человек к Лой Крыми неприменимо, потому что он сверхчеловек. Что, будет у нас дополнительное время? Не, 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 не. Нет. Нет, нет. К сожалению, не будет. Что можно сказать по этому матчу, да? Посмотрим статистику. Лут. Если бы работал геймпад, Челси бы был сильнее. Но чуть-чуть не повезло. Конечно, хочется выделить Квадрада. И хочется выделить Бога. Который хоть и получил 5,3 и вообще худший игрок матча. А, ну еще... Блэкман 8,7, друзья. Блэкман. Запомните этого голкипера. А у меня Блэкман 8,4 получил. Нет, у меня 8,7. А спином 8,5. У меня, короче, лучший игрок матча Блэкман. 8,4 у него. Нет, у меня лучший игрок матча Квадрада. 8,8. Нет, у Квадрада 8,4 тоже. Странно как. Ну вот, у Санчеса у меня 8,9. И он лучший игрок матча. Сколько у тебя у Санчеса? Санчес, Санчес. 8,3. Что? Кто это оценивает? У тебя, Лукслейд, Чемберлин играл опорника. Он вышел, да, на замену. Ага. А спина 8,5. За что, спрашивается? Ну ладно. Потом разберемся. Спасибо вам за просмотр. Удачи и до свидания. Санчеса у меня. Санчеса у меня. Пока.